Как строилась европейская цивилизация с ее представлениями о свободе, равенстве и братстве, это все возникло отнюдь не во времена французской революции. Французскую революцию подготовила, конечно, античная культура, древняя, вот та платоновская философия и тот Аристотель, которые давали основы для понимания универсальных проблем бытия. Так вот, Платон и Аристотель, которые были недоступны латинской цивилизации в средние века, они были доступны арабам, наследникам греческой культуры. Переводились на арабский, исследовались арабскими философами, существовала великая арабская литература, средневековая великая арабская философия. Парадокс заключается в том, что европейцам Платон и Аристотель стал доступен в переводе с арабского на латынь, и вот переводчиками здесь были, можем догадаться, кто? Люди, которые знали много языков. Этими людьми были евреи, служившие арабам, в том числе и писцами-переводчиками. Но вот эти евреи работали над переводами, и это еще больше добавляет в наш такой котел традиций, работали переводчиками в Сицилии, которую завоевали норманы, выходцы из Франции. Вот там, под властью нормандских королей, которые вынуждены были воспринимать толерантность, потому что население было такое, мусульмане, иудеи, и христиане, причем христиане и греческой веры, и латинской. Вот там, в этой ситуации исторического синтеза были переведены основные труды основоположников современной европейской цивилизации и стали доступны этой самой европейской цивилизации. Вот взаимодействие этих традиций и культур показывает, что там, где есть прорыв во всемирную историю, там, где есть прорыв в цивилизацию, возможность творчески жить и осмысливать всемирную историю, вот там взаимодействуют разные этносы, разные конфессии, должны взаимодействовать, и в этом основа жизни человечества. Если мы воспринимаем человечество как некое единое целое, а не как набор народов, каждый из которых должен заниматься исключительно демонстрацией своей национальной уникальности и своей этнической идентичности. Ну вот болезнь современной цивилизации – это постоянные конфликты. Особенно тот конфликт, который происходит в том центре, который считался центром мира в странах, которые используют библейскую традицию. Конфликт в Палестине, в Святой Земле трех авраамических религий, в Иерусалиме – центре мира этих трех авраамических религий. Возможно ли выход? Я здесь, к сожалению, должен сказать, как не специалист, но как человек, переживающий, конечно, за судьбы этой Святой Земли, что радикалами здесь оказываются не только оказавшиеся, конечно же, в несчастном положении представители народа Палестины, беженцы, радикалами оказываются и еврейские левые, которые обращают внимание на историческую несправедливость создания государства Израиль на той территории, где этого государства не существовало уже почти две тысячи лет. Ну вот, действительно, как это празднуется в день Палестины, это карта Палестины, в которой вонзен нож, из которого оттечет кровь, это рана, не заживающая на теле палестинского народа. Что можно сказать с точки зрения всемирной истории по этому поводу? Увы, мы должны сказать о том, что человечество, и здесь мы должны обвинить и западные демократии с их свободой и равенством братством, и римскую католическую церковь, сказать горские слова человечеству, не оказалось в состоянии гарантировать безопасность целому народу, еврейскому народу в годы Холокоста, несмотря на то, что правительство демократических стран и римская христианская католическая церковь были информированы о том, что ждет этот народ. Спасать евреев никто не хотел. Они оказались чужими, несмотря на все представления о равенстве и братстве. Ну вот, это боль, опять-таки, боль всемирной истории, боль неприходящая, проблема Холокоста, и, конечно, то, что было создано государство при поддержке тогдашнего врага и западной цивилизации, и церковной идеологии любой Советского Союза. Вот это есть некий исторический феномен, с которым мы должны будем мириться, на мой взгляд. Перекраивать снова карту Ближнего Востока невозможно. Ну и неправы палестинские радикалы, когда они говорят, что как только уничтожат Израиль, так на Ближнем Востоке воцарится мир. Мы должны напомнить о том, как произошло бегство палестинцев с территории Палестины, потому что евреи, конечно, не собирались прогонять палестинских арабов. И я сам свидетель того, как мои друзья, живущие в Израиле, относятся к арабам-палестинцам. Среди них немало археологов, я сам археолог по образованию, и мои друзья чрезвычайно ценят умение палестинского народа работать с землей, работать на археологических раскопках. Лучших рабочих они себе представить не могут. И, конечно, когда создавалось само государство, то это государство понимало, что необходимо население, которое в состоянии трудиться, и умеет трудиться на этой земле. И в голову не приходило основателям этого государства гнать никуда палестинцев. Собственно, проблема беженцев возникла тогда, когда арабские режимы, собиравшиеся сбросить это государство в море, сказали, что начинается война, бегите с этих территорий, мы сейчас уничтожим Ирвейское государство, вы вернетесь. Ну, что из этого получилось, мы знаем, это создало проблему беженцев, насколько мне это известно, из тех документов, которые были мне доступны. Ну, а вот что касается палестинской диаспоры и роли палестинцев как такого будоражащего элемента, таких дрожжей во всех конфликтах, то я не могу не вспомнить события во Франции 1968 года и начинающиеся события в Англии, потому что арабы, в том числе и палестинцы, радикалы шли во главе колонн революционеров и во Франции, где удалось сделать довольно многое и свергнуть правительство де Голля, а когда спросили у этих революционеров, ну, хорошо, вы свергли правительство, чего вам надо-то? Они не смогли сформулировать своих требований, они не знали, что им надо, но не нравился им капитализм, и все. Хотелось им устроить вот эту самую бузу. В Англии было все немножко по-другому, об этом рассказывал мой английский знакомый профессор Дональд Райфилд, который был свидетелем того, как развивалось вот это революционное движение в Лондоне. Тогда эти революционеры, во главе с теми же самыми палестинцами, которые знали уже, что такое антифады, несли камни за пазухой, столкнулись с полицией. Полиция в Англии не вооружена, это была конная полиция, которая охраняет порядок, преграждала доступ к центральным офисам английским. Тут же собралась толпа благонамеренных английских граждан, которые смотрели, что будут делать их дети, потому что там были студенты, их детки. Как бы там с детьми ничего нехорошего не вышло, эта толпа, в общем, сочувствовала своим детям, конечно. Но вот палестинцы тут не рассчитали свои сентифады. Один из них запузырил камнем в полицейского, что с точки зрения Англии, вот этой проклятой демократии западной, было преступлением. Но тут он еще далеко промахнулся и попал в лошадь. И для англичан, для которых животное невинное – это святое, это было сигналом к тому, что надо делать с этими детками. Англичане бросились на эту толпу революционеров и принялись ее колотить. Поскольку это были родители, то дети не встанет ли поднять руки на родителей. И революция в Англии была задавлена вот благодаря этой необдуманной радикальной акции одного из руководителей всего этого движения. Вот этот анекдот. Но анекдот, вместе с тем, показывающий, как сталкивается цивилизация с радикальными движениями. И все-таки показывает, что цивилизация в определенных смыслах – все-таки это хорошо. Хорошо, когда нации, как это было с английскими фашистами, бьют этих фашистов дамскими сумочками, они дают фашистам устраивать погром. Вот это оптимистическое все-таки отношение к цивилизации, к одной из стран, которая родила эту цивилизацию, к Англии, не менее ненавидимой сейчас радикальными режимами, чем Соединенные Штаты. Вот проблема интеллигенция и власть. Ну, это почти такая же проблема, хотя другого уровня, как отношение к Богу. Интеллигенция должна напоминать власти о существовании добра и зла, точно так же, как это обязана делать и церковь. Поэтому, когда церковь услужает властям придержащим, она забывает о своем главном, опять-таки, каноническом деле – обязанности. У меня была одна встреча наряду с другими историками, занимающимися древностями с президентом. Мне представлялась адекватная реакция президента на то, что ему говорилось, что уже было само по себе отрадно, потому что у предшествующих правителей реакция была не всегда адекватной. Иногда даже в чисто таком, что ли, медицинском смысле. Что в этой встрече несколько насторожило и обескуражило не только меня, это вопрос президента о том, что нам нужны новые национальные идеи, исторические идеи, которые видняли бы общество. Потому что старые идеи, ну вот идея о том, что Киев – мать городов русских, она уже не работает. Ну, довольно долго, не раз встречался президент не со мной, а с другими представителями академической науки исторической, обсуждалась эта проблема. Насколько я знаю, сейчас Путин согласился с тем, что мы являемся наследниками исторических традиций, и отказываться от них и создавать некую риторическую науку, историческую, не следует. Я могу сказать, что эти проблемы перед власти были всегда, и сейчас очень болезненной оказывается проблема, порожденная одним из создателей интеллигенции и науки в России. Это был знаменитый Михаил Васильевич Ломоносов, который попытался создать риторическую историю, прогнав, изгнав немцев, которые были такими специалистами, аналитиками, и создать ту историю, которая была бы направлена на пользу общества. Ему казалось, что надо написать такую историю, которая учила бы людей, как надо жить. Не обращая внимания на те моменты, которые ни к чему обществу. Но вот эта риторическая наука, официозная наука, которая не раз возникала в Российской империи, пытается набрать силы и сейчас, когда опять начинается борьба с этой пресловутой реакционной нормандской теорией, когда шельмуются основатели нашей исторической науки, эти злополучные немцы, которых изгнал из Академии Ломоносов, путем доносов властям, придержащих, между прочим, не путем открытого диспута. Специалист доносы Михаила Васильевича на Миллера и его предшественника Байера. Прямо-таки президенту Академии и самой государственной императрице. Ну вот, это все чрезвычайно опасно. Попытка услужить властям, придержащим и со стороны интеллигенции, и академической интеллигенции, и со стороны церкви, это, конечно же, забвение той функции, которую должна нести в обществе интеллектуальная элита. И конфессиональная, и неконфессиональная, которые относятся к интеллигенции. Ну вот, кстати, еще один вопрос о том, как интеллигенция должна относиться к Богу. Непрофессионально, не так, как к Богу относятся священнослужители. И это единственное, что можно сказать по этому поводу, как мне представляется. Ну, это вечная проблема интеллигенции и власть. Ну, в узком смысле по этой власть. Проблема очень тяжелая, неоднозначная. Ну, мы знаем, что и тот человек, который считается нашим всем, действительно, Александр Сергеевич Пушкин был в сложных отношениях с властью, в сложных отношениях даже со своими друзьями по поводу своих некоторых великодержавных комплексов. Ну, вот знаменитое письмо Павла Андреевича Вяземского в ответ на его патриотические верши или «Мало нас» и так далее, когда Вяземский писал, «Ну, что ж у нас хорошего, если у нас от одной мысли до другой две тысячи верст». Ну, вот это ответ интеллектуала на некую такую официозную позицию великодержавной поэзии. Проблема вечная, и по-разному будет вести и должна себя вести интеллигенция. Я бы, может быть, сказал сейчас об одном из русских интеллигентов, с которым мне довелось встречаться очень мало, но труды которого я знал, можно сказать, со студенческих времен, на них опирался, и из которого пытались сделать некую икону. Это академик Дмитрий Сергеевич Лихачев, о котором говорили в последней его жизни, что он совесть русской интеллигенции, что-то вот такое. Творили кумиры, что обычно бывает, когда вдруг появляется действительно человек, которого трудно упрекнуть в чем-либо. Ну вот, он, пожалуй, служит таким эталоном интеллигентного человека, который жил и работал в ту эпоху, когда по большому счету нельзя было быть интеллигентом. Ну вот, в эту эпоху застоя, когда надо было служить тоталитарному государству, начинал он при товарища Сталине, начинал в известном слоне, куда попал, опять-таки, за некие интеллигентские изыски. Ну вот, нравилось изучать всякие филологические тонкости и древний русский язык в каком-то кружке, которых было много в те времена. Ну вот, кружок Бахтина существовал, кружок в Санкт-Петербурге, в членом которого был Лихачев. Всех их пересажали. Все они поняли, что их ждет. И могли бы отказаться от своей роли интеллигентов, тех интеллектуалов, которые, опять-таки, напоминают обществу о существовании не просто каких-то духовных ценностей, но, по большому счету, о добре и зле. Главное, о чем должна напоминать общество культура. И религиозная, и светская, на мой взгляд. Лихачев, начиная с каких-то самых низких неинтеллектуальных ступеней, он был, насколько я вспоминаю, корректором, каким-то служащим в типографии поначалу, но не отдалился далеко от Пушкинского дома, сумел внедриться в эту академическую структуру, и стал заниматься тем, чем, опять-таки, нельзя было заниматься в советскую эпоху, древнерусской литературой, о которой мы говорили, о том, что она была радикально православной и почему была неприемлемой для советской культуры и официозной науки, в силу того, что к этой самой советской культуре и науке был свойствен совершенно иной радикализм. Можно спорить о том, насколько он, как считал сподвижник Лихачёва-Панченко, соотносился с средневековой православной традицией. Ну вот, радикалист был другой, о боге вспоминать не любили, а если цитировать древнерусскую литературу, то приходилось вспоминать. Сложно было с этим, Лихачёв понимал эту сложность. Его первые работы, связанные с историей древнерусской литературы, апеллируют к национально-патриотическим основам этой литературы. Вот становление национального самосознания, первые иммунографии, связаны с этим, что вписывалось, казалось бы, в идеологию государства. Потому что это государство дошло уже до крайней степени шовинизма в последние годы сталинской власти. Казалось бы, эти труды вписывались вот в эту парадигму. Но с одним отличием от парадигмы, которую понимал, на мой взгляд, хорошо Лихачёв, и не очень понимали цензоры. Там речь шла всё-таки о другой культуре. О той культуре, допустить которую официозная власть, по идее, не могла и не хотела. Культура должна быть одна. Это прогрессивная культура советского общества, строителя новых ценностей. Вот Лихачёв дал возможность интеллигенции, в том числе той, которая занималась русской историей, почувствовать возможность и необходимость другой культуры. Несмотря на то, что иногда в дискурсе самому допускались вот эти коннотации официозной идеологии. Это был его подвиг. подвиг интеллигента гуманитария, за который мы должны быть ему благодарны. И его работы не устарели по сей день, даже написанный вот в тот период, когда, казалось бы, научных работ на эту тему писать было нельзя. Он смог это сделать, в этом его заслуги, в этом заслуга интеллигенции работать интеллигентно даже тогда, когда ты, вроде бы, у тебя нет для этого условий. Ну, а прогибаться перед властью, как вы правильно сказали, всегда приходится в той или иной степени, но вот главное, это итог твоей работы. Ты должен думать о том, чтобы итог не сводился к этим реверансам перед власть придержащим. Ну, вот среди людей, которые стали легендами в советские годы, были не только Дмитрий Сергеевич Лихачев, но и Алексей Федорович Лосев, человек, сохранивший основы дореволюционной русской философии. Человек, занимавшийся всю жизнь античной эстетикой, создавший, конечно, колоссальный свод знаний по античной эстетике и тем, заслуживший научное бессмертие, на мой взгляд. Мне бы хотелось, может быть, обратить внимание, Кулеш речь идет о интеллигенции и власти, интеллигенции и официозной идеологии, на ту обстоятельность, на которую они обращают обычного внимания, когда говорят с придыханием об Алексею Федоровиче. Он должен был, конечно, как философ реагировать на официозную философскую доктрину, на марксизм-ленинизм. Он цитировал Ленина в своих работах как философа. философа. Я обратил внимание на то, что в его ранних публицистических работах проскальзывает тот публицистический стиль, который свойствен вот этой самой интеллигенции революционной эпохи. Такой очень радикальный, непримиримый. В его работе о пролетариате и религии, где он пишет, что пролетариат не может обходиться без религии, я иногда просто чувствую вот эту ленинскую публицистическую нотку. Так что мы должны все-таки представить себе, что не какие-то выродки и ничтожества, как иногда сейчас считают лидеры, как вы им сейчас считают иногда лидеров большевистской идеологии, а формировали эту идеологию. Они исходили из той все-таки интеллектуальной среды, из которой выходили люди далекие от такого ортодоксального большевизма. Лосев был православным мыслителем, хотя, конечно, он не мог писать как православный мыслитель свои сочинения, но иногда радикализм традиционной православия у него вырывается в его сочинениях, особенно в ранних, насколько я помню, как это называется «Античная космология и современная наука», одна из его ранних 30-х годов книг, которая передается, тиражируется сейчас. Он там пишет о латинском соблазне, который впитывает иудейские экономические теории, как некая противоположность православию. Вот это у него вдруг откуда-то из глубин православного подсознания поднимается, и это очень интересно, показывает то, насколько мы все-таки связаны с этими самодавляющими стереотипами. в гостеприимном городе оказался в течение трех дней. Могу сказать, как заезжий специалист и университетский профессор, что аудитория хорошее впечатление производит, отнюдь не хуже, чем университетская аудитория в Москве. Интерес к проблеме есть, иногда его не обнаруживаешь в московских студентах. Ну и что еще отличает, пожалуй, Петрозаводск для заезжего, так сказать, москаля, московского жителя, это все-таки на мой взгляд некое сохранение северных традиций. Это некая открытость и доброжелательность, которая меня поразила гораздо больше 30 лет назад, когда я здесь был первый раз. Когда люди доброжелательны, чего была лишена абсолютно Москва, задавленная толпами приезжих и толкающаяся в этих толпах и люди ненавидят друг друга, вот здесь этого нет. Ну, в силу того, что все-таки это не такой столичный город, который перенаселен, где все конфликты на бытовом уровне уже выплескиваются наружу. Ну, поразило также немало меня то, что машины останавливаются на зебру, что в Москве невозможно, здесь вот эта культура имеет место, это очень хорошо, это надо ценить. Ну, из того, что я понял, гуляя по городу, в том числе с гостеприимными хозяевами, это то, что, конечно, и этот город сейчас охватили те же проблемы, которые охватили всю городскую сеть России, цены на землю, строительство объектов новых, при минимуме тех объектов, которые сохранились от старого Петрозаводска, не говоря уж там, 18 веке, 19 века. Ну, вот, необходимо сохранить, на мой взгляд, исторический центр в том виде, в каком он существует сейчас, он чрезвычайно привлекателен с выходами, с видами замечательными на озеро, с этими парками, несмотря на стоимость земли, конечно же, надо стремиться сохранить вот эту самую изюминку Петрозаводска, то, чем он привлекателен, и даже те, сейчас, насколько я понимаю, уже никому не нужные заводские корпуса, которые там на другом берегу высятся, часть из которых, кажется, все-таки возведена в досоветскую эпоху, представляет собой такой уже архитектурный памятник промышленного типа, который сейчас в некоторых городах, где нет старинной архитектуры, оказывается памятник архитектуры. Даже вот этот район и тот имеет, на мой взгляд, симпатичный вид, и властям нужно сохранять то, что называл вот упомянутый уже Лихачев ландшафтом культуры, памятью культуры. Вот то, что здесь есть, надо, конечно, стремиться сохранить. Несколько слов. Ну, вот мы пообщались с большим удовольствием для меня с Юрий Владимировичем Линником. Такие удивительные люди, вот на них держится то, что называется все-таки российской глубинкой. Они придают смысл существованию самих вот этих старых русских городов. Как это часто бывает, именно здесь вдруг формируются коллекции уникальные. ну, я могу сказать, что, пожалуй, самое богатое собрание русского авангарда, начиная от фалька, собрал художник советский в городе Нукуси, в Средней Азии, где представители авангарда пытались как-то пересидеть голодные годы, и у них ничего тогда не покупали, авангард был не в моде в советские годы, там была богатейшая коллекция. Вот нечто такое же напоминающее эту коллекцию собрал Юрий Владимирович, и, конечно, тот питерский авангард, который до сих пор плохо известен, все это в его квартире сконцентрировано в таком объеме, в таком виде, что, конечно, хочется иметь для этого музей частных коллекций в Петрозаводске, если это совпадает с пожеланиями самого коллекционера, чтобы это можно было видеть, конечно, необходим каталог, но вот если говорить о роли интеллигенции, то она не сводится к роли тех, которые могут через пять минут оказаться пешком в Кремле, а вот роль интеллигенции это роль интеллигенции во всех селах и весях и городах той России, которую так просто пешком не обойти. в Кремле в Кремле